Я приветствую всех, кто заглянул на мой канал. И сегодня хотела похвалиться покупками, которые дочь заказала в супермамках и прислала мне. Это вот скраб бумага. Из них можно делать альбомы, записные книжки, обложки для паспорта. Вот здесь вот 24 листа, 12 дизайнов по 2 листа. Размер 30,5х30,5. А толщина 200 грамм на квадратный метр. То есть вот 2 одинаковых листа. Все по 2 листа, 12 дизайнов. Очень красивые, такие плотные бумаги. Можно придумать из этого все что угодно. Не только альбомы, обложки для паспортов, многослойность можно придать, украсить. В общем, суперские. Так мне понравилось, я в восторге. Видите, они двухсторонние. И когда режешь, например, бумагу, и потом ножницами придаешь вот так вот состаривание, да, вот эти вот слои, они видны и на этой стороне. Круто. Вот такой вот хороший альбомчик. Скраб бумага. Можно делать все что угодно. У меня уже мыслей миллион. Затем вот такие вот листы. Это эти листы тонкие. Я их заказала для декупажа. Вот в одном пакете здесь 2 листа. Листочки тонкие, как А4 и формата А4. Мне вот очень хотелось сделать обложки для паспортов. Выбрать, например, какой-то вот, вырезать по размеру и придать многослойность. Несколько бумаг приклеивать, приклеивать. И сверху, чтобы была вот, допустим, вот такая вот дама. Украсить потом цвет цветочками из атласных лент, полубусинами. Вот. Можно украсить как угодно. Для шкатулок подойдет, для декупажа шкатулок. Вот. Вот это вот альбом, да, из краб бумаги. Это больше шебешик и стиль винтаж. Я вот к этому бы отнесла. Вот этих вот девушек. Вот их 4 штуки. У меня теперь 4 листа. Есть вот такие вот листы. Здесь уже больше ретро или кантри. Здесь часы, воздушные шары. Тоже симпатично. Вот это клеющийся. Ну, это больше, наверное, прованс. Это очень хорошо подойдет для декупажа кофейных банок. Для декупажа бутылок. Вот это тоже, как бы я бы сказала, прованс. Тоже подойдет под декупаж. Вот эти вот, вот эти вот девушки, очень хорошо подойдут для декупажа шкатулок. Прям идеальный вариант. По толщине бумаги и по рисункам. Вообще нравится, супер. Затем заказала вот такие вот полубусины. Они меньше, чем в том году я заказывала. Они были цветные. Вот я их все использовала для декупажа шкатулок и там всего прочего. В этот раз я заказала помельче размером и перламутровые под жемчуг. Вот мне захотелось под жемчуг. Затем различные вот такие вот клейкие ленты. Вот в тот раз присылала, я делала кубок. Вот куда-то не приготовила, не посмотрела. Тоже такая салатовая цвета с ромбиками симпатичная. И вот такие вот дыроколы. Две штуки. Со цветочками и вот с такими узорами. Я вот вырезала вот такие вот получаются цветочки. Можно вырезать вдоль всего этого, как рисунок. Вот у этой продолговатой вот такой вот рисунок. Очень легко делается. Это так прям здорово, мне нравится. Так, засунула, нажала, цветочек. И на руке остается. А это можно использовать для декупажа. Опять же, вот такие вот розочки. Если цветную сделать, например, вот красненькую, можно использовать для декупажа. Когда делаешь, например, обложки для паспортов. Или еще для чего-то. Вот такие у меня покупки. Теперь у меня есть работа, полет, фантазии. Можно сделать все, что угодно, девчонки, мальчишки. Так мне нравится, я в восторге. Буду теперь творить красоту. Ну, посмотрите, красота весь. Так мне нравится. Так бы мне хотелось сделать альбом вот из этих плотных. Какой-нибудь такой. В общем, буду думать. Все. Кто досмотрел до конца, спасибо. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайк. Возможно, вы еще увидите эти рисунки в моих творениях. Что я когда сделаю. Буду снимать, показывать, куда я их применила. Если оказалось кому-то полезной, подписывайтесь, ставьте лайк, пишите в комментариях. С удовольствием отвечу. Всем пока-пока.